Мы поднимаем вопросы по капитальным вложениям. Объясните мне, я спрашиваю министра финансов, на застоянии правительства, объясните мне, по каким критериям идет распределение капитальных вложений в Республике Молдова. А этих критерий нет. В этом районе мой партиец, моя организованная политическая группировка, я туда деньги дам. Или мое село. Или мое село. А вот здесь не мой, не дам. Что коммунисты, вот коммунисты как делали. В этом районе представитель партии коммунистов, мы ему деньги дадим. А в том районе демократ, мы ему денег не дадим. Мы поменялись местами, ничего не изменилось, и мы видим ту же самую картину. Вот коротко, что я вам хотел сказать по Гагаузии. Относительно вектора развития. Куда хочет Гагаузия? Я отвечаю, Гагаузия хочет жить здесь, в составе Республики Молдова. Гагаузия хочет развиваться. Гагаузия хочет, чтобы экономика работала, чтобы все жители Гагаузии вернулись сюда, работали у себя здесь и получали достойную заработную плату. И Гагаузия хочет, чтобы в Молдове, наконец, заработал закон. Не понятия, не кланы, не олигархические интересы, а чтобы работал закон. И чтобы этот работал закон и для Башкана, и для премьера, и для лидеров этих организованных политических группировок. И чтобы она работала еще и для крестьянина одинаково. Потому что крестьянина с мешком кукурузы по всем линиям прокатят, через две недели уже судебные инстанции дело и рассмотрели. А валютную кассу, уверяю вас, организованные политические группировки прикроют. И таких примеров десятки и сотен.